Астхи в Вороздатовне Власовой Выездных культурных мероприятий в крае станет еще больше. Ключики от мобильных автоклубов сегодня получили три района Алтайского края. Алтайский, Рубцовский и Троицкий. Мобильный автоклуб это не просто транспорт для перевозки артистов. Авто обладает высокой проходимостью, оснащено выдвижной сценой, звуковым и световым оборудованием. Для подготовки сцены требуется всего около 40 минут, а ее площадь 20 квадратных метров. Торжественно вручили заветные культурные авто глава региона Виктор Томенко и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Первые три комплекса сегодня мы передаем в наши районы и они уезжают. Действительно я хотел вместе с вами порадоваться за жителей небольших, малых сел, которые теперь, конечно, будут иметь возможность принять вас. Но здесь какая-то часть творческого состава наших муниципальных образований здесь сегодня присутствует. Принять вас и смогут прикоснуться и к красивому, и к высокому, и к творчеству. Прикоснуться к прекрасному и высокому теперь смогут жители малых сел численностью менее 100 человек. Таких поселений в Алтайском, Рубцовском и Троицком районах около 50. Мы долго шли к этому, очень хотелось, давно мы хотели этого. Мы решили, что сделаем, подготовим мероприятие. У нас до сих пор идут смотры художественной самодеятельности. Заключительный мы не провели еще, поэтому решили. У нас есть Дом культуры Веселоярск, село Веселоярск, а там огромная площадка. И вот на этой площадке мы, скорее всего, подготовим мероприятие, именно заключительный или гала-концерт смотры художественной самодеятельности. Приобрести специализированные передвижные культурные центры для районов удалось благодаря нацпроекту «Культура». Причем пройти конкурсный отбор было не так просто. Мы проводили конкурсный отбор районов, и нам было важно, что работа по культурному обслуживанию жителей малых сел в этих районах уже проводится. Конечно, мы смотрели, какое количество мероприятий проводится, сколько на них зрителей участвует, сколько, в принципе, таких населенных сел, населенных пунктов, где нет стационарных объектов, и как работа с ними ведется. Потому что наша задача была поощрить лучших, те, кто уже хорошо, лучше других, работают в этом направлении. Более чем в 600 селах края нет стационарных домов культуры, поэтому все уверены, новые автоклубы станут весомым вкладом в культурное развитие сельских территорий региона. В следующем году Алтайский край получит еще два таких передвижных комплекса. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.